Всем привет! Сегодняшняя подборка будет посвящена компьютерным мышкам, но сразу скажу, что не каждый будет готов раскошелиться даже на самую дешевую из них. Конечно, я все равно оставил ссылки на все товары в описании, а то мало ли что. Можешь посмотреть и другие мои подборки с мышками. Открой в новом окне, чтобы не забыть. А теперь поехали! Самая дешевая позиция. Проводная мышка за 5500 в двух цветах, черном и оранжевом, и настраиваемая подсветкой. 8 программируемых кнопок, скорость 8200 точек на дюйм, также грызун оснащен процессором и возможностью сохранять до трех профилей настроек, что для геймеров будет большим плюсом. Здесь у мышки дизайн уже более сдержанный, но она также имеет много плюсов. Плетеный кабель, подсветка с 16 миллионами цветов, скорость 6400 dpi, также обрати внимание, как классно отображается текущий уровень скорости сбоку. Зацени строгий дизайн и необычное дополнительное колесо прокрутки для большого пальца на этой мышке. Быть может она придется тебе по душе. Честно говоря, в ней не так много наворотов, как в предыдущих, но здесь есть бренд, и это Logitech. Чувствуешь мощь этой мыши? Меня она крайне впечатлила, и здесь дело не только в брутальном виде. Смотри сам. 8 программируемых кнопок, скорость до 8200 точек на дюйм, 3 профиля, подсветка, алюминиевое основание и кнопка снайпера, о полезности которой среди геймеров идут споры. Кстати, кабель у нее плетеный, так что за сохранность мыши переживать точно не стоит. А вот за твой кошелек мыши все дороже. Например, эта стоит больше 6500 рублей. Хотя особо ничем и не отличается от предыдущих. Да, есть подсветка, программируемые кнопки, процессор и все такое, но... Хотя стоит признать, что подсветка выглядит и правда красиво, особенно учитывая возможность подстроить цвет под себя. Мысль Железного Человека почти такая же, как была в одной из предыдущих подборок, только теперь с крутой подставкой, чуть более навороченная и... в общем-то и все. Хотя такие вещи делаются не для того, чтобы мериться технологиями. Они делаются для поклонников и стоят, как правило, на полке. Кстати, если хотите подборку товаров Железного Человека, участвуйте в опросе в верхнем правом углу. И снова геймерская мышь с плетеным кабелем, подсветкой, крутым видом и всем вот этим вот. Имеется также кнопка снайпера, которая при увеличении в стрелялках понижает DPI для более точного прицеливания. Напиши в комментариях, насколько для тебя нужна эта кнопка. Я думаю, все заметили, что дорогие мышки, как правило, сделаны с прицелом на геймеров. Так и с этим грызуном. Все практически как у предыдущих, только здесь еще есть регулировка веса мыши посредством удаления и прибавления грузиков. Понравилась мышь Железного Человека? Как мне кажется, этот девайс подходит для Айронмена не меньше, особенно в красной расцветке. Кстати, всего их 4. Вид впечатляет, да и начинка хороша. Это отображение текущего уровня DPI, подсветка, дополнительный скролл. Да что я перечисляю, купят ее только из-за вида, я уверен. Только осторожней с продавцом, рейтинг маленький. Следите за сроком защиты покупателей и все такое. Еще одна мышка с подстройкой под ладонь, дополнительными кнопками и шикарным видом. И еще большей ценой, почти 10 тысяч рублей. Кстати, хотели бы вы увидеть подборку самых дешевых мышек из Алиэкспресс? Напишите в комментариях. Также ставьте лайк, если видео понравилось. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые. На этом у меня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok